Дебют 16 эпизод Баин, забери его Люфей Как твой брат проснется, скажи ему, чтобы не переживал На сцене все может случиться Пускай не чувствует себя виноватым Шанс на победу потерян Если бы он не заснул, мы бы точно выиграли Увидимся Спасибо тебе Не смогу тебя проводить Если бы я не проснулся Не ожидал, что они в конце проиграют Джанханю Провалилось собеседование Они сказали, что я возгляжу сонной и злой Люсан проиграл соревнования Джанханю Это моя вина Они сказали, что я злая Ты сказал, что удивишь меня Вот так ты меня удивил Может, ты не понял то, что ты сделал на сцене? Разве не похоже на танец презренного негодяя? Так наивно Наивно? Опять наивность? Что еще ты можешь мне сказать, кроме наивности? Я правда не понимаю вас, ребята Я просто хотел хорошо исполнить свой танец Какие-то проблемы? Ты поняла мою танцевальную тему? Сражение Вызов Они притворятся милым Теперь вы все, ребята, думаете, что этот идиот-люк классный Отлично Скажи ему, чтобы он показал свои способности и доказал это мне И победит меня Не летая туда-сюда, делая магические трюки Почему ты винишь меня? Вызов? А ты его сделал? Если бы он не упал в омрак на сцене Победа была бы у них Ты же знаешь об этом Победил бы меня? Он? Ты думаешь, я бы проиграл? Ты шутишь? Ван Сяу Сяу Сколько дней ты в дебютном классе? Какое ты имеешь право так думать? Я бы проиграл? Я никогда не проиграю Баин Унисян Где компрессионная сумка? Где компрессионная сумка? Прости, прости Где компрессионная сумка? Смешно, скрючился Не удивительно, что все называют тебя декомпрессионной сумкой? Что? Ты уверена, что Джанхан записала их таник на телефон перед соревнованием? Хотя я была бы любой от него И не могла видеть экран телефона Но то, что разучивала в Джанхане Отличается от танца Люсяна Прежде чем выйти на сцену, я колебалась Стоит ли мне рассказывать об этом Люсяну? Но тогда я еще не видела танцы Люсяна И была не совсем уверена Но теперь я точно знаю Танят, что репетировал Джанхан Идентичен с танцем Люсяна Я поняла Режиссер Чан Я ухожу на урок Директор Джанхан Это мой телефон Что вы там делаете? Жду твоего объяснения Это... Это... Директор Джан Нет, послушайте меня, директор Джан Наказание Перевести Джанханя в класс юниоров Я же говорила, что Джанхан облажается Так ему и надо Люсян Посмотри Джанхан издевался над тобой с тех пор, как ты присоединился На этот раз он открыто унизил тебя на сцене Я думаю Он просто заставил себя страдать Он это заслужил Наказание? Не слишком тяжелое наказание? Ты не видишь? Он много раз нарушал дисциплину Я слышала, что он ударил линчуна в баре Режиссер Чан уже давно говорила, чтобы наказать его Но директор Джанхан всегда заступался за него На этот раз это довольно важно Ему не избежать наказания Я думаю, что Джанхан это заслуживает Что? Не можешь смириться? Да, не могу Вы согласились на мой импровизационный танец? Да Я заранее знал детали их танца Ну и что такого? В основном я использовал оригинальный танец Добавив несколько элементов их танца Люсян слишком впечатлителен Поэтому он упал в обморок Я разве причастен к этому? Я был далеко от него В десятикратном расстоянии от него Я даже не притронулся к нему Если у него нет даже выдержки к натиску Как он может быть отличным танцором? Сможет ли он быть отличным танцором? Это его дело Но наше соглашение в том, что ты не можешь знать Заранее детали танца соперников Так как ты выбрал экспромт И к старту обе команды были на равных правах Но сейчас ты нарушила это правило Как твой учитель Я не могу этого допустить Я считаю, что моральным уродам Не место в искусстве Так серьезно? Это и есть ваша главная цель? Так вы настаиваете на том, чтобы я был вынимателем к Люсяну? Хорошо Я... Я буду манижен Ну и что? Это уже не в первый раз Буду считать это каникулами В классе юниоров Я уже стоял на раздачу в столовой юниоров Это меня больше смущало, чем это наказание Ну не волнуйтесь Я еще вернусь В QM Будь то дебютный класс или класс юниоров Королем сцены могу быть только я, Джанхан Хорошо Я буду ждать тебя Ну что смотрите? Урок начался Держи свой пистолет Да, держи свой пистолет вот так Пойдем Встань вот так и смотри вперед Наконец-то я нашел тебя Я должен противостоять врагу с тобой Как? Ты сбежал со свадьбы? Давай сначала посмотрим сценарий Что? Ты сбежал со свадьбы и приехал сюда? Нет Так нельзя Так мы не сможем продолжить род нашей семьи Нет Я должен быть таким же, как и ты Пожертвовать семьей Для всего нашего народа Я должен сражаться вместе с тобой на фронте Хорошо Отлично Потрясающе Очень хорошо Вы показали правильные чувства Но заметьте Ваши отношения друг к другу Ты ведь младший брат Но был больше похож на старшего брата Может быть потому, что я был старшим братом Но это нормально Ты можешь подучить его во время съемок Я думаю, что своими способностями не вызовет проблем Хорошо Спасибо, директор Продолжай в том же духе Ты наш актер второго плана И у тебя много сцен с перестрелками Хорошо Спасибо, директор Я хорошо вжился в роль Хорошо Хорошо, ладно, пошли 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Режиссер Чан Продолжайте Дело в том, что вчера я пошел на кастинг для съемок в фильме Директор думает, что я подхожу на роль второго плана И решил нанять меня Так что я хочу, чтобы наша компания согласовала все с директором фильма Отлично Ты сам нашел? Мой друг познакомил Мне понравилось Так что посмотрим Название фильма? Шанхайское событие второй сезон Шанхайское событие? Съемочная группа фильма Короля Ян Циня? Роль второго плана в шанхайских событиях? Хорошо, я пойду сообщу руководству Хорошо, спасибо, режиссер Чан Баин, ты собираешься играть с Ян Циньем? Когда увидишь его, можешь взять для меня автограф? Не говори глупости Как Баин сможет взять автограф? Слушай Баин будет более популярным, чем Ян Цинь Баин, пожалуйста, возьми меня туда Я могу быть твоим помощником Это просто роль второго плана Почему ты так взволнована? Мы все станем артистами после нашего дебюта Не надо ему завидовать Ты же завидуешь ему Ты способен получить роль? Получить роль второго плана? Захочу и буду там С чем использовать слово «получить»? Если я пойду туда, то только потому, что меня пригласят Я, наверное, откажусь, даже если это будет главная роль Джанхан Почему опять ведешь себя как ребенок? Она сказала, что ты ведешь себя как ребенок Готовы поспорить, Баин станет популярным Баин, у тебя все получится Но во время съемок безопасность на первом месте Не беспокойся Баин Ты будешь сниматься с моим кумиром? Потрясающе Можешь взять автограф для меня? Хорошо Я могу взять тебя на съемки В самом деле? Я не видел, как они снимают фильмы Как они выполняют свою работу? О чем задумался? Глупая улыбка на лице Ты будешь сниматься с моим кумиром Чувствую, что скоро в кинематографе засветится новая звезда Не могу сдержать волнение На самом деле я тоже взволнован Сначала друг порекомендовал меня на прослушивание Я был там, чтобы увидеть режиссера Я не ожидал, что меня возьмут сниматься Я видел по телевизору, что все звезды так начинали Неожиданно все так получалось Значит, мне повезло Скажи мне, как выглядит прослушивание? Прослушивание? На самом деле очень просто Режиссер дает сценарий Говорит тебе прочитать отрывок После того, как ты прочтешь фрагмент Смотрят, как ты вживаешься в роль После этого говорят, подходишь ты или нет Много пробовалось на эту роль? Конечно На эту роль-то около ста человек было Многие агентства рекомендуют все больше И больше кандидатур Правда? У тебя есть дублер? Думаешь, все по блату? Я никогда ничего подобного не делаю Потрясающе! Слушай, ты хорошо поешь и танцуешь Теперь еще актером стал Когда успел-то? На самом деле моя игра построена на системе Станиславского Проще говоря, слушай, смотри и внимательно вникай И если тебе запало в душу То ты покажешь истинные чувства Система Станиславского? Во всяком случае, это так действует так, как тебе скажет режиссер Даже если роль дает в себе слабый уровень интеллекта Если бы это зависело от меня, но я постараюсь понять эту роль Хватит обо мне На самом деле много звезд имеют свое очарование Которые превосходят даже роли Это система Бертольда Брехта Понял Один из них одержим, другой в ней тело Кажется так Это как я и толстый Чего? Мне нравится выступать, научи меня, хорошо? Ладно Сходи со мной на съемочную площадку И ты сможешь прочитать сценарий со мной Отлично, я смогу попросить его автограф Без проблем А также сфоткаться Без проблем Пошли Да Это для йо-йо Это для толстого Мне Это для йо-йо Для толстяка Мне Толстому? Хватит ему Это для йо-йо Мне Это для йо-йо Мне Для йо-йо Мне Это для йо-йо и мне. Это все для меня. Это для ее, и ничего для толстого. Каждый день ты спишь днем. Меня это беспокоит. Не могу отказать тебе в лечении. И теперь приходится быть рядом с тобой. Какой ты счастливый. Я вроде как врач. С тех пор, как ты приютил меня, ты не просишь с меня арендной платы и кормишь меня. Не волнуйся, я вылечу тебя. Помогу избавиться от болезни. Но ты должен делать, как я говорю. Если посмешно, смотрите на применять лекарства. Я тебя ущипну за лицо. Вот так. Ущипну. Ущипну. Больно? Вместо массажа. Лицо покраснело. Извини, пончик. Я сильно ущипнула тебя. Худышко, когда ты вернулся? Я купил тебе немного еды, оставил в твоей комнате. Спасибо. Только что я лечила твоего брата. Когда тебя не было рядом, твой брат был очень в плохом состоянии. Сказал, что он хочет увидеть тебя. Он был таким жалким, поэтому я успокоила его. Спасибо тебе, что заботишься о нём. Я чувствую облегчение. Не волнуйся, не волнуйся. Он в порядке. Продолжай. Мне нужно уйти. А ты... Боже мой. Так напугалась. Пончик. Пончик. Просыпайся. Хватит спать. Вот, держи твой пистолет. Вы трое, идёмте со мной. Что-то горит, так много дыма. Вы трое, опуститесь на четвереньки. На четвереньки. Почему он снимает на вышке один? На этом кране сидит режиссёр. Этот человек держит такой длинный шест с таким количеством меха наверху. Что это такое? Это микрофон. Меховой покров это для защиты от шума. От шума? Что ж, позволь мне представить заместителя директора нашего фильма. Заместитель директора? Пойдём. Режиссёр Ван. Бэйн, ты здесь? Позже поговорим с режиссёром. Он беспокоится о тебе. Постарайся разобрать свою роль. Через пару дней начнёшь сниматься. Хорошо. Директор Ван. Это Люсян. Мой лучший друг. Также участник её в дебютном классе. Хорошо поёт и танцует. Здравствуйте, директор Ван. Здравствуй. Я его видел. Довольно популярный. Да. Так, директор Ван, вы можете порекомендовать его на роль, которая подойдёт ему? А, хорошо. Давай снимем видеопрезентацию. Вставай здесь. Представься. Не волнуйся. Слушай меня. Три, два, один. Снимаю. Здравствуйте, я Люсян. Я один из участников группы Эйс в QM. Рост 180. Вес 60 килограммов. Я закончил. Ладно, очень хорошо. Я покажу это директору. Хорошо, пошли. Спасибо, директор Ван. Директор, вот ещё один кандидат. Баин больше подходит на эту роль. Это будет пустая трата времени, поверь мне. Я чувствую, что это тоже хорош. Посмотрите. Здравствуйте, я Люсян. Я один из участников группы Эйс в QM. Рост 180. Вес 60 килограммов. Правда, очень хорош. Как раз на роль младшего брата. А где он? Где ты здесь? Сейчас позову. Люсян, Баин, идите к директору. Здравствуйте, директор. Люсян, это наш директор. Здравствуйте, директор. Здравствуй. Баин, давай поговорим о деталях. Хорошо. Подожди минуту. Садись. Ты играл в каких-нибудь пьесах? Нет. Говорите, режиссёр Ван. Мне правда очень жаль. Мы все тебя любим. Это не значит, что ты достаточно хорош. Но директор чувствует, что твой друг больше подходит для роли. В будущем я буду рекомендовать тебя. И ты можешь многому научиться, снимаясь в сериале. Нет, директор. Я вообще не могу играть. Разве эта роль не принадлежит Баиню? Что меня убеждает, так это твой темперамент. Я сказал, что ты сможешь, значит сможешь. Отлично. Я помогу вам убедить Люсяна. Хорошо, пошли. Но я не могу играть, я не смогу. Ты сможешь. Всё нормально. Просто смешно. Это же просто смешно. Даже если Джан Хан переступил черту, Чен Хао ни в коем случае не стоило его так унижать. Унижала, пока меня не заметила. Скажи мне, ты директор по работе с артистами. Я дал тебе власть. Но не надо ей так потакать. Кроме того, разве только один Джан Хан допускает ошибки? И всё, то есть больше никто? Я так думаю, что Джан Хао вообще не переживает ни за какие поражения. Знаешь ли ты, что весь совет директоров ожидают дебюта Эйс? Ну и если мы не сможем позволить Эйс успешно дебютировать раньше установленного срока, ЮЭМ полностью закроют. Не говоря уже о Эйс. Невероятно. Как она посмела унижать Джан Ханя в такой момент? Разве она не боится меня? Как же они тогда смогут дебютировать? А теперь иди. И позвони режиссёру. Скажи, чтобы она сняла наказание прямо сейчас. Президент Бай, ослабьте свой гнев и выпейте чаю. На самом деле, это я предложил наказать Джан Ханя. Что ты сказал? Джан Хан. Джан Хан. Можно спросить? Можно спросить? Что такое? В чём дело? Мы же одноклассники, не могу спросить что ли, почему они убегают от меня? Я их пугаю? Или я уродина? Вы прекрасно знаете, Джан Ханя, он очень вспыльчивый. В нашей компании очень много стажёров. Мало кто из них боится его. Кроме того, мы все знаем, что он участник группы Эйс. Поэтому мы терпели его. И он тоже знал об этом. Поэтому он стал таким циничным. Вы также видели в тот день их выступления на сцене? Не только Люсян, но даже Баин. Были недостаточно подготовлены. Из-за той аварии, произошедшей год назад, о которой мы все знаем, мы приняли решение изменить Эйс. Хотя наша компания была в затруднении и достаточно. Проблема нашей компании, я знаю их лучше тебя. Не надо мне о них говорить. Слушай, Джан Жуян, даже если год назад Эйс не смогла официально дебютировать, на этот раз я должен гарантировать, что дебют состоится. Держите, президент Бай. Держите. Группа обязана дебютировать? Но я думаю, что не сейчас. Эти мальчишки вообще не могут ладить друг с другом. И сейчас нам лучше одолеть их друг от друга, вместо того, чтобы сближать. Люсян плохо разбирается в основах. Я скажу Чан Хао, чтобы позанималась с ним. Что касается Джан Ханя, я знаю его. Пока мы заставляем его страдать, этим мы подхлёстываем его. Я думаю, исходя из его способностей, он скоро вернётся в дебютный класс. Хорошо. В любом случае, это пока самая слабая сторона. Потом вернём его в Эйс. Чтобы не откладывать их в дебют. Хорошо. Отдыхайте спокойно. Пончик, твой телефон звонит. Пончик, у тебя телефон звонит. Спит как бревно. Привет, толстячок. Приходи на работу пораньше. Нана уволилась. Больше никто не приходил устраиваться. У тебя случайно нет подходящей кандидатуры. Предложи знакомым. Кажется, в ночном магазине неплохо работать. Пончик, у меня будет новая работа. Спасибо тебе. Баин, Люсан. Баин, я ещё не совсем оправился и не могу ездить один на велосипеде. Ты можешь проводить меня домой? Хорошо. Ты не один. Тебя с Люсаном по пути. Пошли. Сегодня режиссёр Чен разговаривал с вами двумя. Что-то случилось. Ничего особенного. Разговор был о ежемесячном тестировании. Люсан, у тебя неприятности? Есть что рассказать? Ему? Режиссёр Чен только что раскритиковала его. Сказала, что он слишком впечатлительный. Люсан, режиссёр Чен – самый строгий педагог в нашем QM. Чем больше она кого-то ценит, тем строже она с этим человеком будет обходиться. Так что не принимай это близко к сердцу. Что случилось? Ты думаешь, что ты недостаточно хорош? Если бы в тот день ты не упал в обморок на сцене, думаю, ты победил бы Джанхана. Да. Если бы ты был не так хорош, ты бы не смог заменить меня в фильме. Как? Люсану отдали твою роль? Да. Я чувствую, что это причина его расстройства. Я счастлив, что ему отдали мою роль. Я вообще не могу играть. Давай поговорим с режиссёром. Люсан. Обычно, когда человек получает такой шанс, он унисит себя от счастья. Если продолжишь грустився, буду думать, что ты притворяешься. Но если честно, как твой братан, я правда рад за тебя. Это правильно, что ты заменил меня. Ещё вся жизнь впереди. Скоро и у меня появится шанс. Не переживай. Люсан, я думаю, Бэйин прав. Раз у тебя выпала такая возможность, сыграй свою роль на отлично. Если у тебя получится, мы будем счастливы. Правда? Ну, конечно же. Хорошо. Я буду стараться изо всех сил, чтобы не подвести вас. Но зато наш господин Бэй растерян. Он слишком амбициозен, чтобы классы юниоров и дебютно узнали, что он не будет играть роль второго плана. И что ты можешь сделать? Я? Я разве боюсь подобных сплетен? Да. Если кто и будет сплетничать, то это я. Хватит, Люсан. Это ты брось, будто я такой жалкий. Хорошо? Я могу только сказать, что у этого режиссера особый взгляд на актёров. Если бы это был другой директор, я бы снимался. Не побеспокоил? Почему ты здесь? Проходил мимо твоего офиса, но тебя там не было. Я знал, что ты здесь. В чем дело? Ничего такого. Просто хочу сказать тебе, что президент Бэй согласен, чтобы ты тренировала Люсяна. Правда? Спасибо. Серьёзно, это я пригласил Люсяну в нашу компанию. Так что это я должен сказать тебе спасибо. Я всегда верю в свою интуицию. Я же сказал тебе, когда впервые увидел его, я почувствовал, что он точно такой же, как и ты много лет назад. Поэтому я верю ему. Так же, как и тебе. Спасибо. Почему ты снова меня благодаришь? Сколько раз мне ещё повторять? Не нужно меня благодарить. Спасибо. Спасибо. О, мы с ней. Субтитры делал DimaTorzok 支持什么呀支持 白颖三脉是不是处处维护 你试试帮着你 现在可好 你居然抢他的角色 你不内疚吗 希望你来评论